Величественный храм архистратига Божия Михаила строился около трех лет, но впечатление, что он был здесь всегда, являясь архитектурной и смысловой доминантой города, по сути закрытого административно-территориального образования с населением 40 тысяч человек, где располагается главный центр управления орбитальной группировкой Министерства обороны России. Храм уникальной архитектуры. Автор Зоя Подымова. Внутреннее убранство роскошно и сдержано. Иконостасы киоты резного, белого и розового оникса. Иконы писаны тульскими мастерами. Посвящение храма архангелу Михаилу в городе военных понятно. Имеется и второй предел в честь святых – веры, надежды, любови и матери их Софьи. Перед началом богослужения митрополита Ювеналия приветствует благочины Одинцовского округа архимандрит Нестор, настоятель храма-освященник Игорь Нагайцев, администрация города и руководство военных подразделений. Чин великого освящения нового храма возглавляет митрополит Ювеналий в сослужении епископа Серпуховского романа, архимандрита Нестора, секретаря Московского эпархиального управления Михаила Егорова, благочинного Матищинского округа протеерия Дмитрия Оловянникова и духовенства Одинцовского благочения. За закрытыми царскими вратами совершается таинство освящения престола. Прихожане молитвенно ожидают этого события. Омовение престола, помазание, облачение. Наконец освящается весь храм кождением, молитвою, краплением святой водой и миропомазанием стен. После чего все при пении тропарей торжественным крестным ходом обходят храм, владыка Ювеналий подняв на главу святые мощи. Сам человеколюбчивый владыка, призвенный, но и грешный, недостойный рабы твоя, обновлений празднующее, честного храма, во имя святаго, архистратига Божия Михаила и во имя святых мучениц, веры, надежды, любови и матери Софии. Первое богослужение в Михало-Архангельском храме Краснознаменска знаменуется уникальным пением нескольких хоров. Мужского из Георгиевского собора и сводного детского, куда вошли юные певчи сразу из нескольких храмов и воспитанники хоровой школы при Гребневском храме. За первой литургией молились воспитанники православной гимназии «Светоч», руководители администрации города, благотворители, благоукрасители храма и многочисленные горожане. Владыка Ювеналий вознес молитву об Украине и сохранении мира на земле. На первой литургии в новом храме совершается диаконская хератония Святослава Дроздова и священническая диакона Романа Козловского. По окончании богослужения архимандрит Нестор преподнес Владыке на память о событии икону Божьей Матери. Это просто необходимо, чтобы люди, защищающие наше Отечество, могли прийти сюда, помолиться. Когда я переступил в полу сегодня этого дивного храма, я испытал всякие чувства, какие испытали послы Святаго Роман Апостанова, Великого Князя Владимира, когда они присутствовали в храме Святой Софии в Константинополе. Они говорили потом князю Владимиру, мы не знали, где мы были на земле или на небе. Я думаю, что подобные чувства и вы, братья и сестры, сегодня испытали. На молитвенную память Владыка преподает храму богослужебное Евангелие. Во внимание к помощи в строительстве храма, награды Русской Православной Церкви, вручается всем, кто серьезно и деятельно отнесся к благословению Владыки Ювеналия на строительство. Это командование космическими войсками, руководители администрации Краснознаменска, священники, строители. О востребованности храма в городе говорит количество прихожан, для которых его освящение стало праздником. Великолепный, великолепный, очень хороший, очень хороший, достойный этого города. Мне очень понравился наш новый храм. Я буду петь и в том, и в этом храме. А как вы будете успевать? Буду по графику, по очереди, то в том, то в этом. Строительство этого храма мы ждали с нетерпением, участвовали в строительстве, жертвовали на него. И то, что храм сегодня освящен, он открыт для прихожан, это большущее событие и праздник для нас. Мы очень этого ждали с нетерпением, дождались, я очень рад, что получилось. Ольга Винтер, Одинцовское благочинение, телекомпания Одинцова.